здравствуйте с вами новости 16 12 в студии михаил тишин и сегодня говорим о таком эксперты по всему миру сообщают об ухудшении положения с правами человека в казахстане крупнейшее месторождение вольфрама в мире досталось назарбаеву и его китайским подельником богатые снова обошли налоги платить будут только бедные социальная программа двк врачи и учителя будут получать до тысячи долларов казахстан авторитарная и несвободная страна статус демократических институтов продолжает ухудшаться к такому выводу пришли авторы сразу нескольких международных исследований в области прав человека и личных свобод британский журналист за экономист опубликовал ежегодный отчет о состоянии демократии в мире по итогам прошлого года казахстан вместе с россией упали в рейтинге со 135 на 144 место и это всего из 167 возможных сильнее свободы граждан ущемляются только в северной корее сирии и туркменистане куба и афганистан обошли казахстан в рейтингах свободы мы другие это азия у нас другие отношения семейные отношения другая религия другие возможности между людьми поэтому всем государством надо научиться уважать традиции которые есть историю и культуру друг друга демократия это есть не начало пути демократия для нас это конец пути период 30-летнего единовластия нурсултана назарбаева дорого обходится народу из страны выводят миллиардные активы а население массово нищает и деградирует казахстан стал отсталой страной перед всем миром мы показали открытые прямое голосование конкурентных условиях кроме британских аналитиков режим критиковала международная правозащитная организация human rights watch в своем ежегодном докладе правозащитники снова констатировали что в казахстане очень плохо соблюдаются права человека правозащитники из human rights watch подчеркнули что власти казахстана ущемляют свободу слова и интернета применяют пытки стране не соблюдаются трудовые права и права меньшинств преследуют лидеров независимых профсоюзов журналистов и активистов оппозиционного движения двк в ежегодном индексе свободы человека от американского института катона у нас дела немногим лучше 90 оппозиция из 162 возможных не стоит обольщаться исследователи объясняют это методикой оценки они обращают внимание что положение независимых сми и профсоюзов а также качество правосудия находится в катастрофическом состоянии в американском рейтинге как и в прочих позиция казахстана с каждым годом снижается в министерстве информации считают авторов не объективными якобы они основываются на личных оценках они на статистических показателях правда в министерстве не разъяснили какие данные ложны видно побоялись это озвучить если учитывать статистику хвалебных сюжетов и статей в адрес назарбаева то казахстан мог бы влететь и на первое место всех рейтингов угроза китайской экспансии стала осязаемой угрозой не только для казахстана в кыргызстане массовые волнения и протесты от властей требуют взвешенные политики в отношениях с китаем митинги в кыргызстане начались с требований прекратить ареста этнических киргизов в синьцзяне а потом переросли в политические и экономические требования к властям сейчас митингующие требуют проверить китайские заводы и депортировать нелегалов из китая после этого проверить чиновников ответственных за рост долга перед китаем и конфисковать их имущество в счет долга тем временем казахстан заключил еще одну кабальную для страны сделку с китаем крупнейшим мире месторождения подобычи вольфрама в мире почему на эти месторождения правительство не объявляет открытые тендеры почему именно китайцы когда объявят открытый тендер тогда придут крупные мировые гиганты тоже будут участвовать и этих тендерах правительство страны получит огромные суммы за право на недоразработку на самом деле это все сделано тайно скрытно акимат карагандийской области вообще заявил что у них соглашение по неразглашение почему государственную собственность но султан назарбаев раздает китайским компаниям тайна потому что он с ними сидит доли 50 на 50 потому что эти крупнейшие месторождения за бесценок уходит китаю таким образом происходит фактически колонизации страны колонизации назарбаева в совместно с китайцами он прячет свои интересы через китайцев нур султан назарбаев сдал казахстан китаю в заложники и продал ему ведущие позиции в национальной экономике на начало 2017 общий объем инвестиций китая в нашу экономику превысил 42 миллиарда долларов объем кредитования более 50 число китайских компаний в казахстане постоянно растет в начале 2016 года их было 668 а в 2017 уже две тысячи семьсот восемьдесят три предприятия с участием китайского капитала сегодня доля участия китая в нефтегазовом секторе страны составляет более 40 процентов соответственно растет доля назарбаева как равноправного владельца во всех секторах захваченных китайскими предпринимателями и неудивительно что и сам назарбаев и его семья уже давно выступают осторожными но верными лоббистами китайских финансов его дочь дарига назарбаева рассказывает молодежи о необходимости учить китайский язык и называет китай нашей судьбой спасибо что остаетесь с нами и не верите сказкам хабара ваши лайки и комментарии приближают суд над назарбаевым подписывайтесь на наши каналы в телеграм и инстаграм чтобы быть в курсе последних новостей с этого года платить в казну придется каждому даже бедным гражданам для них и придумали единый совокупный платеж о котором последнее время много спорят налог на бедность придется платить тем у кого нет постоянной работы и твердого заработка эксперты рассказали какой смысл в этих нововведениях залогом успешности государства становится развитие главного богатства нашей страны человека эту формулу назарбаев начинает реализовывать буквально теперь власти хотят обложить налогами всех дееспособных граждан от 16 до 65 лет правительство назвала любой доход самозанятостью теперь все обязаны платить если находят средства на пропитание предполагается что из двух с половиной миллионов человек 256 тысяч могут претендовать на этот несчастный злосчастный и сп 2600 для города 1300 для села а вот остальные два с половиной миллиона чего 2 миллиона 300 человек тысяч человек да они должны будут регистрировать ип а вы сами понимаете что такое индивидуальное предпринимательство когда ввели эти правила доходило до маразма сотрудники дорожной полиции останавливали грузовики и требовали немедленно зарегистрировать ип и платить налоги то есть взятки айман напомнила властям во время интервью газете дат что самозанятые граждане являются собственниками транспорта недвижимости и платят налоги с имущества надо учитывать что указанная категория людей просто-напросто таким образом выживает комитете государственных доходов минфина обновили информационные системы внесли туда информацию обо всех предпринимателях и компаниях благодаря этому в минфине в режиме онлайн смогут получать информацию о платежах сопоставлять ее с декларациями и собирать налоги по замыслу от системы не скроется никто вся деятельность сейчас комитета государственных доходов будет направлена на то чтобы репрессивными методами принудительными методами через пирамиду в двухсотой форме пирамиду в сотой и трехсотой форме вытаскивать всех без исключения экономических агентов кто что-либо кому-либо заказал это коснется всех без исключения все эти изменения лишь подготовка к 2020 году когда власти собираются ввести обязательное всеобщее декларирование доходов зачем стране такой сложный дорогостоящий налоговый аппарат а затем что люди теперь рассматриваются как главное богатство и нажива новая нефть раньше режим жил на деньги от продажи нефти и газа теперь этих денег перестало хватать и их решили собирать с народа экономиста и дара лебаев полагает что новая налоговая политика связана с уменьшением налогов от нефти и газа нефтяные корпорации в руках китайцев и членов клана имеют доступ к власти и пытаются себе снизить налоговую нагрузку недостачу налогов от нефти и газа нужно чем-то компенсировать и компенсировать собираются из кармана граждан в стране где отсутствует промышленность где практически уже сходит на нет малый бизнес где вообще полностью подавлена человеческая инициатива откуда взять вот эту компенсацию откуда взять и даже по официальной статистике правительства видно что полученные деньги власть не тратит в стране а выводит за рубеж и страны было выведено 15 триллионов 300 миллиардов тенге понимаете то есть в данном случае у нас правительство работы работать не покладая рук с утра до вечера исключительно только над выводом капитала над выводом денег правительство двк в первые месяцы повысит зарплаты в пять раз именно столько сейчас растекается по карманам чиновничьей верхушки людям не придется охотиться за потребительскими кредитами на жизнь кто-то говорит что вот казахи так устроены получат списание потом на следующий день два раза больше наберут кредитах они исходят из текущей ситуации вообще-то не платить за кредит это дело уголовной ответственности для человека никто у нас этого не понимает не можешь платить не бери кредит я уже озвучивал что у нас множество различных программ который предполагает что доходы нашего населения существенно вырастут минимум в несколько раз где-то пять раз где-то в десять раз именно из тех доходов которые сейчас растекается по карманам политической верхушки богловесным султаном назарбаевым наши учителя будет получать буквально сразу же в первом месяце после прихода к власти правительства двк свыше 300 тысяч тенге сейчас получает не более в среднем 150 тысяч тенге будет удвоенный минимум наши врачи будут получать в первые годы работы правительства двк до 1000 долларов это фактически в несколько раз больше наши полицейские сейчас получают буквально 200 300 долларов порядка 100 тысяч тенге они будут получать минимальную тысячу долларов то есть это в несколько раз больше и когда население существенно увеличивает свои доходы в 3-5 раз сразу буквально после прихода правила власти правительства демократического выбора казахстана как вы понимаете не будет необходимости нашим людям охотиться за этими потребительскими кредитами единственные новости казахстана без цензуры назарбаева подписывайтесь на канал и 1612 в инстаграм и телеграм жмите на колокольчик чтобы первыми узнавать о свежих новостях на сегодня все смотрите нас на youtube канале 1612 с вами был михаил тишин до встречи а а и Субтитры создавал DimaTorzok